Давайте посмотрим, как мы можем использовать личное местоимение множественного числа вместо личного местоимения единственного числа, если мы не хотим указывать на пол того, о ком говорим. Вот Стив Колбелт берет интервью Киану Ривз и спрашивает, брал ли он у кого-нибудь автограф. И Киан Ривз рассказывает, что он брал автограф у Джорджа Каллена, очень известный стендап-артист. И затем он употребляет такую фразу. Я думал, что то надпись, которую он дал мне в автографе, была только для меня. Но я встретил кого-то еще, кто сказал мне, что он написал то же самое для них. Тут немножко странная фраза, потому что, как вы видите, начинается она с единственного числа. Мы говорим о человеке в единственном числе, а заканчиваем во множественном числе. Это сделано специально для того, Киан Ривз сделал это для того, чтобы не указывать на пол того, про кого он рассказывает. Потому что фраза достаточно, которую Джордж Каллен дал в виде автографа, она достаточно такая пошлая. Он просто настолько вежливкий, что он постарался не оскорбить того другого человека, про кого он рассказывает. Поэтому он решил употребить множественного числа them, so they. И сейчас это довольно распространено в английском языке, в научной литературе в том числе. Если вы хотите избежать указания пола того человека, про кого он говорит, используйте множественное число. Это абсолютно нормально. Но сейчас можно посмотреть полностью весь отрывок из интервью. Это嘗 afгит complexity. Поехали. Прек George Carlin. George Carlin? Did you get Carlin's? Oh, I'm so jealous. I'm such a fan. Yeah, yeah. He is beautiful. Beautiful. But yeah, he gave me an autograph. Wow. Yeah. And that was for you? Yeah. But I don't know. I can't swear on this show, right? No. You can swear. Sure, go ahead. No. But it was really funny because George Carlin, he wrote... What did he write? He wrote... I think it was Dear Keanu, you. Yeah. That's pretty great. Yeah. That's pretty great. And I thought that was really... That was very sweet. Yeah. And I always thought that he just wrote that for me. And then I met someone else who said that he wrote the same thing to them. Sure. Yeah. Yeah. Anyway. Yeah. Beautiful. So this is the question I've asked you...